Распитие спиртного курения в общественных местах и кражи – вот основной перечень правонарушений, которые совершают лабутнанские подростки. С момента последнего заседания членов комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на рассмотрение к ним поступил еще 31 материал. Кроме того, в числе рассмотренных сегодня также дела о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Подробнее расскажет Дарья Самородова. Сегодня члены комиссии должны были вынести свое решение по 31 материалу. В семи случаях речь шла о юных правонарушителях, которые распивают спиртные напитки в общественном месте. А если быть точнее, то уже в полюбившемся им месте – за магазином «Скорпион». Как оказалось, это дружная компания подростков, обучающихся в лабутнанском филиале Ямальского колледжа. В круг подростков попал и уже совершеннолетний Николай Макаров. Он и покупал алкоголь своим малолетним друзьям. Почему вы приобрели пиво и предложили? Просто так. Вы знали, что с вами находятся ребята, которые не достигли возраста? Ну я всех не знаю. Девочек не знаю. Девочек не знали, а мальчиков знали? Одно. Единогласным решением члены комиссии на первый раз Николаю Макарову выписали минимальный штраф – полторы тысячи рублей. Его он оплатит со своей стипендии. А по 500 рублей за каждого несовершеннолетнего заплатят их родители и законные представители. Наряду с распитием спиртного в антирейтинге правонарушения лидирует курение. Так, например, студенты колледжа на переменах предпочитают выкурить сигаретку рядом с образовательным учреждением. Они не задумываются ни о том, что в первую очередь вредят своему здоровью, и ни о том, что тем самым нарушают закон Российской Федерации. Сегодня члены комиссии рассмотрели одно такое нарушение. Выяснилось, что 17-летняя девушка пристрастилась к этой пагубной привычке еще в восьмом классе. Сегодня своей вины она не отрицает. Почему курили, зная, что нельзя курить? Да, не знаю. Она не вышла, куда сигарету. Часто туда выходите? Нет, больше не выходила. Сейчас у нас пошел большой поток, большая волна правонарушений, связанных с курением в общественных местах. Что тоже запрещено у нас законодательством. У нас пошли материалы, пошли протоколы довольно-таки большого количества. То есть попытаемся эту проблему как-то искоренить в нашем городе. Поэтому административному правонарушению предупреждение не предусмотрено. Все, кто попадается за курение в общественных местах, должны заплатить как минимум 500 рублей штрафа. Максимум по этой статье – полторы тысячи. А эти мальчишки вместе со своими родителями перед членами комиссии впервые из материала дела следует, что ребята украли рацию, автомагнитолу, инструменты и медикаменты из автомобиля «Урал». В общем, ущерб составил 8 тысяч рублей. Из-за губцы, которые взяли фонари, куда делись эти все вещи? Ваня ключик дал, он сказал, ее заводил. Да, мы домой пошли. Без вас он уже заводил? Нет. Ладно, хорошо. Что с вами вещи вы эти взяли, которые подарить вас скажу? Да, мы вернулись. Домой мы слили сначала? Куда вы взяли? Попрятали все? Да, потом мы все отдали. А зачем взяли? Просто так, из любопытства? В итоге внятного объяснения подростки так и не дали. Видимо, в силу своего возраста они просто не понимают, зачем это сделали. Для всех присутствующих стало большим удивлением, как эти совсем еще дети, к тому же спортсмены, просто могли совершить это хулиганство. Общественно опасное деяние, если человек не достиг возраста уголовной ответственности, то есть до 14 лет. Есть и такие, да. Сейчас вот я тоже хотел бы обратиться к автолюбителям нашим. Пошли у нас кражи автомагнитов из машин, поэтому я бы призывал их, с моим автотранспортом, закрывать свои автомобили, потому что это, скажем так, лишний повод ребенку залезть в автомобиль. Не надо этого допускать. Как отмечают члены комиссии, тех, кто попадает на подобные заседания неоднократно, становится меньше. А это значит, правонарушители делают правильные выводы. Жаль, что уже после того, как совершают проступок. Дарья Самородова, Григорий Волков. Программа «Время местное».